Украина национализировала самолет подсанкционной корпорацией «Растех». Украина национализировала самолет подсанкционной российской корпорацией «Растех», которая являясь одним из крупнейших производителей военной авиатехники страны агрессора, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ, Высший антикоррупционный суд удовлетворил еще один иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорацией «Растех». Речь идет о грузопассажирском самолете Ан-140 стоимостью почти 150 миллионов гривен. Отмечается, что до полномасштабного вторжения России воздушное судно было передано украинскому госпредприятию «Антонов» для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в РФ. По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского авиационного комплекса «Им. СВ Ильюшина», который входит в структуру «Растеха» и является ведущим производителя военной авиатехники РФ. Именно эта компания поставляет боевые самолеты для армии России, которая воюет против Украины. Следователи СБУ расследуют действия руководства этой компании по стакану 112 Уголовного кодекса «Финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, национализация российских активов» В Украине идет процесс национализации российских активов. В частности, недавно Верховная Рада разрешила национализировать банки, которые принадлежат попавшим под санкции лицам. Это решение позволит упростить присвоение «Сеносбанка», «Альфа-банк», отметим, что владельцами банка являются олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. При этом российские олигархи не могут продать свои доли в «Сеносбанке», ведь против них введены санкции Украины и Запада. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.